Всем привет, друзья! Сегодня 16 апреля 2021 года и мы находимся на винограднике в селе Лозавадка Криворожской районной Депритровской области. Значит, 12 апреля мы открыли наш виноградник. Виноградник был укрыт геотекстилем. Еще так поздно я никогда в жизни не открывал свой виноградник, но в этом году так получилось из-за погодных условий, потому что все время были дожди, температуры пониженные. Но в основном причина была дожди и не было возможности здесь топтать грязь. То есть возможность была, но не было желания топтать грязь, все перемешивать. Ну, в принципе, открыли мы нормально все. Значит, под геотекстилем сохранность почек практически стопроцентная. Видно, уже почка опушилась. Вот и, в общем, результатом перезимовки я доволен. С осени я обрабатывал железным купоросом. Вон, видно, лозы темные. Обычно они темнеют после этой процедуры. Сейчас обрабатывать не буду. Просто будем выполнять сухую подвязку. Выполним сухую подвязку. Посмотрим первые подкормки, влагозарядки. Все это покажем вам в дальнейших роликах. Еще раз. Вот почки. Видно. Здесь все видно. Почки опушились все уже. То есть, уверенно можно сказать, что геотекстиль очень удобный и надежный материал для укрытия. Значит, выполняем сухую подвязку. Лозы мы пристегаем с помощью стайплера. Топинер. Он уже у нас не первый год. У нас их два штуки одинаковых. Работает отлично. Обычный китайский топинер. Пристегиваем им лозы. Значит, в интернете, на нашем сайте вы можете заказать такие топинеры. Там есть различные модификации. Профессиональные, непрофессиональные, обычные. То есть, на сайт виноградник.in.ua заходите и можете заказать себе любые стайплеры. Также расходные материалы, скобы, ленту. Все там есть. Значит, теперь о подвязке. Подвязка, она надо подвязать таким образом, чтобы максимально занять шпалеру. На первую проволоку мы располагаем вот так вот лозы и пристегиваем нашим топинером. В другую сторону точно так же топинером мы пристегиваем наши лозы. Где будет нужно, там, рукава мы подстегиваем проволочкой. То есть, все банально просто. Здесь у нас усиленное плодовое звено. Ну, я обычно оставляю всегда с запасом, потому что под нашим укрытием иногда мышки поселяются. Они любители полакомиться почечками, поэтому я вот так вот оставляю всегда запас лозы. Вот один-два стежка. Здесь можно будет чуть-чуть подтянуть проволочкой. Итак, проходим мы весь ряд заводим. Где заводим, где не заводим, где так подстегиваем. Ну, в основном там стараюсь заводить, она более тогда прочно. И край пристегиваем в другую сторону. Здесь тоже будет у нас усиленное звено, но только с разных рукавов у нас стрелки. То есть, мы оставим при обломке почек более сильные, те, которые нам нужны. И так мы проходим весь виноградник. Пристегиваем. Подвязка с помощью топинера очень удобна. Это минутное дело. Вот так раз, пошел, пошел, завел, пристегнул. Где-то у нас в запасе лозы. Но сейчас мы резать их, конечно, не будем, да и вообще не будем. Мы разгрузим обломкой. выполним обломку. Вот таким быстрым способом мы подстегнули два куста. после подвязки у нас получается приблизительно вот такая вот картина. Лозы пристегнуты, все по красоте. по перезимовке кустов, которые у нас не укрывались. Вот Юпитер, он зимовал уже сразу был подрезан осенью и пристегнут. Сухая подвязка еще была осенью. Значит, у Юпитера все почки проснулись, все почки уже опушились. Вот он уже сейчас будет распускаться. Вопросов к нему вообще нет. Дальше Black Grand. Тоже почки все двинулись. Тоже перезимовал отлично без укрытия вот в таком вот состоянии. Тоже вопросов нет. Это опять Юпитер у нас. Также еще без укрытия у нас зимовал плевен. У него наполовину. Половина почек отходит, половина черные. Так, виноград плевен. Смотрим почки. Здесь мы видим почки живые. Без укрытия перезимовал. Отлично. Центральное видно подмороженное, а резервные боковые замещающие живые. фуджи минори полностью почки погибли. значит, кусты мы также укрывали землей. В земле тоже все нормально, все почки живы, здоровы. Единственное, что процесс мне не очень нравится, из-за того, что очень трудоемкий. Засыпать его, потом разгребать, особенно этот год, когда у нас всю весну дожди, сырая погода, грязь, и просто физически невозможно раскрывать из-за болота. но в целом перезимовкой на винограднике я доволен. Да здравствует геотекстиль. Редактор субтитров Esto h Olivению которое conf � всем Så в opinion спасибо hacia Редактор субтитров Редактор субтитров Wait Qatar